Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, существуют индивидуальные особенности. У некоторых людей давление понижено, у некоторых повышено. Но стандартным является 120 мм крупного столба систолическое давление и 80 мм крупного столба диастолическое давление. Мы не будем углубляться в понятие систолическое и диастолическое, это сугубо медицинские названия, скажем только вкратце. Наиболее важным показателем является, конечно, диастолическое давление. Его повышение, как правило, очень негативно влияет на состояние человеческого организма. С возрастом большинство людей начинает испытывать проблемы с давлением. Скажем так, болезнь, сопровождающаяся повышением давления, называется гипертония. Повышение давления чрезвычайно опасный для нашего организма процесс. Он запускает целую цепь патологических изменений, которые преследуют практически все органы и системы нашего организма. Наиболее чувствительным органом, который под влиянием повышенного давления начинает страдать, является, конечно же, мозг и человеческое сердце, которое осуществляет функцию перекачки крови. Повышение нагрузки на сердце приводит к тем или иным заболеваниям, к нарушениям ритма сердца, к возникновению тех или иных проблем с сердечной деятельностью. А поскольку и сердце, и мозг являются жизненно важными органами, повышение артериального давления может повлечь за собой тяжелые, можно сказать, трагические последствия, человек может умереть. И, естественно, для любого человека, скажем так, достигшего определенного возраста, контроль собственного давления является очень важным мероприятием, которое может продлить человеку жизнь достаточно значительно. Существует огромное, можно сказать, гигантское количество самых разнообразных тонометров, самые разнообразные марки, самые различные названия. Практически каждая, скажем так, более-менее уважающая себя компания выпускает тонометры или приборы для измерения давления. На какие группы подразделяются тонометры? Существует две очень больших группы. Первая группа – это механические тонометры и вторая – электронные тонометры. Механические тонометры, ну, скажем так, они несколько сложны в эксплуатации, дают более субъективную оценку данных и, скажем так, чаще всего используются медицинскими работниками, то есть людьми, которые умеют измерять давление, они знают, как это делается, они чувствуют, они слышат и они гораздо больше любят механические тонометры, потому что они привыкли доверять себе, а не электронике. Обычный же человек, конечно, он в повседневной практике с большим удовольствием будет использовать электронные тонометры. Какие бывают электронные тонометры? Ну, по большому счету, если отбросить дизайнерские сыски, существует всего два вида тонометров, которые можно назвать по существенным принципам различия. Это запястный, так называемый, тонометр и тонометр на плечо. Чем они отличаются? Дело в том, что, скажем так, запястный тонометр, он, конечно, гораздо удобнее, его можно взять в дорогу, он гораздо, скажем так, проще в эксплуатации. Однако же у него существует одна довольно существенная особенность. Дело в том, что с возрастом в человеческом организме развиваются так называемые склеротические процессы. Наши периферические сосуды начинают сужаться, у них появляются бляшки, кровь начинает меньше поступать, скажем так, в периферические сосуды, нарушение периферического кровообращения сопровождается, скажем так, похолоданием, посидением конечностей и так далее. И, как следствие, измерение давления на запястье у пожилых людей, как правило, дает либо неверные результаты, либо может вообще не давать результата. Поэтому, скажем так, у пожилых людей лучше всего использовать тонометр на плечо. У молодых людей, у спортсменов, у людей, которые ведут активный образ жизни, для измерения давления можно применять запястный тонометр. Как производится измерение давления? Ну, наиболее простой принцип измерения давления, конечно, это на запястье. Это очень просто. Мы располагаем тонометр. Здесь на каждом тонометре нарисовано, как его использовать. Это настолько просто, что, в принципе, даже, ну скажем, особенно не нужно рассказывать, как это делается. Все это нарисовано на манжете, и можно провести измерение буквально за несколько секунд. Мы можем прямо сейчас одеть этот тонометр на запястье, нажать всего лишь одну кнопку и приступить к измерению давления. Встроенный компрессор проводит измерения автоматически. Он накачивает манжету до того уровня, который требуется для определения систолического давления. Чтобы, ну скажем так, все-таки вернемся к медицине, что такое систола? Это сокращение сердца. Диастола – это расслабление сердечной мышцы. И, как следствие, мы измеряем давление на сжатие сердца и на расслабление. Если я, вы видите, да, тонометр механически, автоматически определил ошибку. Я разговариваю, я двигаюсь в процессе измерения давления, и тонометр сразу же выдает мне ошибку. То, что я сейчас делаю, категорически запрещено. Для того, чтобы измерить давление, мы в первую очередь должны отдохнуть несколько минут, посидеть в спокойной, расслабленной позе, привести мысли в порядок. При измерении давления категорически запрещается разговаривать, двигаться, скажем так, волноваться и так далее. И все вот эти факторы, которые я сейчас проживаю, они влияют на правильность измерения давления. И, как следствие, тонометр, он автоматический, он самодиагностируется, и он сразу же выдает ошибку. Давление в таком положении измерить невозможно. Попробуем еще раз в абсолютном молчании. Ну вот, поскольку я человек относительно не старый, я сегодня утром занимался спортом, у меня несколько понижено давление, тонометр выдал 112 на 70. Плюс, в довершение ко всему, он выдал мне еще и пульс. Что такое пульс? Это частота сердечных сокращений в минуту. Пульс 82, давление 112 на 70. Если мы поверим этому тонометру, то я еще могу, надеяться, пожить какое-то время, потому что давление у меня относительно в норме. Как эксплуатировать данный тонометр? Ничего сложного в его эксплуатации нет. Этот тонометр не требует никаких специальных навыков, специальных зданий. Поэтому он очень удобен для обычного человека, который никаких специфических знаний о медицине не имеет. Всего лишь для того, чтобы этот тонометр нормально функционировал, в нем нужно всего лишь менять батарейки. Индикатор снижения уровня заряда в батарейках также встроен в этот тонометр. Кроме всего прочего, данный тонометр обладает одной очень важной и уникальной функцией. Он имеет опцию самодиагностики. Поэтому, если он либо сломан, либо измеряет давление неправильно, он просто сам сообщает об этой ошибке. Дальше мы переходим к тонометрам, так называемым плечевым тонометрам. Особенность этих тонометров, конечно, заключается в чем? Они гораздо более точны. Они измеряют давление у любой категории возрастной. Они могут измерять давление даже у очень пожилых людей, потому что сосуды, расположенные на плече, скажем так, сосудисто-нервный пучок, который проходит по внутренней стороне плеча, он гораздо более мощный. И, естественно, пульсацию этого сосудистого пучка можно определить в любом возрасте, даже если сосуды очень сильно склерозированы. В данной модели тонометра, помимо систолического, диастолического давления пульса, можно определить время, дату, можно запомнить показания тонометра, потому что давление обязательно нужно контролировать в процессе, во времени. Единичного измерения давления недостаточно для того, чтобы поставить диагноз человеку. Нужно контролировать давление несколько раз. В идеале нужно за один раз три раза измерить давление и вывести средний показатель. Кроме всего прочего, данный тонометр оснащен динамиком и голосовым выходом. Что это значит? Этот тонометр может применяться слабовидящими людьми. Помимо того, что дисплей этого тонометра достаточно большой и контрастный, все показания данный тонометр озвучивает приятным женским голосом. И любой, скажем так, в пожилом возрасте человек начинает видеть хуже. Любой слабовидящий человек на слух может определить свое давление без того, чтобы вглядываться в дисплей этого тонометра. Измерение давления, как правило, проводится на левой руке, потому что сердце у человека, у большинства людей находится слева. Конечно, бывают случаи, когда сердце у человека располагается справа. Этим людям мы рекомендуем мерить давление на правой руке. Все остальные нормальные люди, они должны мерить давление на левой руке, на стороне сердца. Как производится измерение? Все абсолютно то же самое. Мы берем манжету, вставляем ее в разъем и тонометр готов к работе. Манжета стандартной ширины. Мы можем провести измерение. Кстати, то же самое. На манжете нарисовано, как правильно одеть ее на руку. Соответственно, мы избегаем самых распространенных ошибок при измерении давления путем указания правильности эксплуатации прибора. Мы одеваем манжету на плечо. Мало кто знает, что в медицине вот это не плечо, а плечо вот это. После того, как мы одели манжету на плечо, мы ее, скажем так, затягиваем и нажимаем кнопку. В принципе, больше ничего делать не надо. Тонометр, все остальное выполнено за нас. Измерение началось. Пожалуйста, не двигайтесь и не разговаривайте. Если женщина просит, надо выполнять. Измерение завершено. Ну, сразу скажем, что я допустил определенные ошибки при измерении давления, которые сразу же сработали против меня. То есть, при измерении давления я опустил руку вниз, как следствие, прибор показал повышенное давление. Для того, чтобы измерить давление правильно, в первую очередь я должен был сесть на стул, я должен был держать руку в согнутом положении на уровне сердца. Поскольку я не выполнил все эти требования, прибор сразу же зафиксировал у меня повышенное давление и сообщил мне, что я должен срочно обратиться к врачу. Но на самом деле, подобные ошибки, если совершать их в быту, то прибор действительно будет показывать повышенное давление. Если же выполнять все требования, которые определены к тем или иным приборам, мы получим правильный показатель. Для того, чтобы использовать этот тонометр без, скажем так, батареек, в комплекте к этому прибору может идти дополнительно адаптер, который подключается в сеть и прибор используется дома без того, чтобы применять батарейки. В быту это очень удобно, потому что пожилым людям обычно очень не нравится, когда надо ходить, постоянно покупать батарейки. Если прибор используется редко, батарейки могут вытекать, поэтому адаптер, конечно, с большим удовольствием люди покупают и используют. Каждый прибор снабжен удобной сумкой для переноски. Все, что необходимо для измерения, располагается в сумке. Сами приборы упакованы и готовы к использованию в любой момент. Мы можем открыть несколько видов тонометров и посмотреть, различаются они в общем-то только дизайном. Все остальное у них, как правило, идентично. Продолжение следует...